Выращивать маслячные, повышать качество зерна и заниматься глубокой переработкой призвал сельхозтоваропроизводители Костанайской области Нурсултан Назарбаев. Во второй день рабочего визита в регион глава государства побывал на одном из крупнейших молочных заводов, побеседовал с руководителями сельхозпредприятия, а также встретился со спортсменами. Проблему загруженности перерабатывающих молокозаводов Нурсултан Назарбаев изучал лично. Не раз на встречах с сельхозтоваропроизводителями президент говорил о важности производства готовых продуктов, которые можно отправлять на экспорт. Компания «МИХ» на казахстанском рынке уже 20 лет. За эти годы на предприятии начали выпускать больше 50 номинований продукции. В июне этого года компания открыла новый цех. Он обошелся более чем в миллиард тенге. Половина вложенных денег – собственные средства. Вторая часть – заем. В этот цех, пожалуй, категорически нельзя пускать сладкоежек. Все дело в том, что здесь производят мороженое. Кстати, им уже успели полакомиться гости столичной выставки «Экспо». А вообще же производство рассчитано на Кустанайскую область и приграничные регионы России. Здесь работают порядка сотни молодых специалистов. Многие прошли специальное обучение. На полную мощность цех должен выйти к весне следующего года. За качество продукции работники ручаются. В производстве используют только натуральное сырье. О качестве я могу с твердой уверенностью говорить, потому что я как технолог, я отвечаю за качество нашего продукта. У нас используется только натуральное сырье, только натуральные ингредиенты. И также о кисломолочной продукции тоже я могу говорить с уверенностью. Производственная мощность предприятия – 26 тысяч тонн готовой продукции в год. Ежедневно здесь перерабатывают свыше 200 тонн молока, которое завод закупает у сельхозкооперативов. На создание 26 таких объединений в регионе было выделено свыше 2 миллиардов тенге кредитов в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Эти 26 кооперативов у нас объединили более чем 600 членов. Кооперативы вошло в эти кооперативы. Сегодня те, кто работает, кооперативы по молочному направлению, на этот же завод «Милф» сдано сегодня более 13 тысяч тонн молока. Работа эта сегодня продолжается. Дальнейшие еще 5-4 года мы готовы финансировать эти кооперативы. Это дальше они могут получить земельные участки, сеять сами однолетки многолетние травы. Мы будем финансировать их на приобретение тракторов. Подробнее проблемы и нужды аграрной отрасли президент обсудил сельхозтоваропроизводителями. Президент отметил, что необходимо создавать перерабатывающие предприятия, загружать заводы сырьем, а готовую продукцию отправлять на экспорт, используя созданную в стране транспортную инфраструктуру. Переработка хозяйственной продукции самая важная сейчас. Поднимать производительность надо. Хотя бы мукой продавать, а не пшеницей. А лучше производить макароны, другие виды продукции. Теперь из зерна вытаскивают глютен, крахмал и так далее, и так далее. Такие заводы придется нам устроить в будущем, чтобы переработанное зерно. Когда мы посмотрели, построенные обрабатывающие и перерабатывающие предприятия, как по молоку, по мясу, используются на 60-50%. Почему? Потому что нет сырья. То есть некому взять у товаропроизводителя сырье, привезти на завод. Поэтому кооператива, идея родилась. Она должна по-настоящему заработать. Товаропроизводитель производит, продукцию у него на месте закупают и без посредников продают. Там есть проблемы. В центрах склады нужны, хранилища нужны. Но надо продвигаться в этом направлении. Аграрии же предложили ввести субсидирование затрат на реализацию уже готовой продукции. В сельском хозяйстве государство использует субсидирование, как вы знаете. Но я слышу иногда, что чем субсидирование не ко всем попадает, не очень понятно. Лучше эти деньги отдать в кредит. Как к этому отношению? Если дать такой же суммный кредит, облегченный, конечно, для села, оно было бы более эффективно, чем субсидии, которые непонятно как проходят. Или, может быть, крупные хозяйства субсидии хорошо пользуются, малыми у них получают. Вы лучше видите здесь. Я думаю, животноводство все-таки надо поддерживать. Животноводство, это сложная отрасль, надо немножко поддерживать ее. Ну и мое мнение, надо субсидии, желательно бы сделать на проданную продукцию. На проданную. На произведенную и проданную. На проданную, именно на проданную. Тогда, хочу я, не хочу, я буду думать, как поставить свою продукцию. Сначала было по гектарам. Мы отошли, потом на произведенную продукцию сделали. А теперь вы говорите, на реализованную. На реализованную. Вот сейчас же мясо, молоко, мы получаем субсидии за мясо, именно на реализованную продукцию. Это гораздо эффективнее. Кустанайская область – одна из зерносеющих. В этом году здесь собрали 5 миллионов тонн пшеницы. Президент посоветовал подумать о выращивании масличных культур, а также сотрудничать с учеными, чтобы с помощью науки улучшать качество зерна. У нас три аграрных университета в Казахстане. Три. В Алмате, в Астане и у вас. У каждого есть свое направление. Им надо просто перенять то, что в мире есть, районировать и помогать внедрять. Не надо велосипед притягивать. И слово «генно-модифицированная продукция» нас пугает названием своим. А я посмотрел в Бразилию, ничего страшного там нет. Берются семена какие-то, да, туда всаживаются генетически очень устойчивые к жаре, к засухе, к каким-то делам. Получаются новые семена, которые устойчивые и дают сразу 30% роста продукции. Так же и в животноводстве. Глава государства также посетил теннисный центр. Его построили за счет местного бюджета. И сейчас там тренируются как профессионалы, так и совсем юные теннисисты. Уважаемый президент, меня зовут Ситникова Екатерина. Я люблю спорт и очень сильно люблю играть в теннис. Мне очень хотелось бы добиться еще больше успехов, чтобы поднимать наш флаг на больших соревнованиях, как Зарина Диас или Ярослава Шведова. Именно так я хочу внести свою долю в развитие нашей Родины. Так мы будем продолжать ваше дело – укреплять Республику Казахстан. Для сотни детей здесь предусмотрено 6 теннисных кортов и 5 тренеров. По словам профессионалов, теннис – особый вид спорта. И для него нужна соответствующая инфраструктура. А чтобы спортсмены завоевывали призовые места и награды, нужны долгие годы тренировок. Спорт – великое дело. Вот сейчас вы с этих лет занимаетесь, это всю жизнь у вас останется интерес к спорту, значит, здоровье к своему. Даже университеты принимают самые лучшие университеты и учитывают, занимаешься каким-нибудь спортом или нет, и их принимают первыми. Значит, не просто так спорт для себя. Спорт вообще, весь мир этим занимается. Теннис – мы занялись в председательной федерации, Владжан Митлевич хорошо занимается по всему Казахстану. Я просил, Акимов всех. Сейчас во всех областных центрах есть такие теннисные центры. Ну и наши спортсмены выходят, вот сейчас где? В Токио, да, вы говорите? Да, Зарим Диас выигрывали. Мы никогда в Казахстане не выходили на такой уровень. Среди сотни лучших теннисистов находятся казахстанцы. То есть, без меня лучше, наверное, всех знаете, да? Лучших теннисистов. Сейчас теннисные центры открыты во всех регионах Казахстана. Причем некоторые из них на свои деньги строят местные предприниматели. Я хотел вас поблагодарить, о чем вы говорили, за программу государственного частного партнерства, которая позволила уже в этом году в Лисаковске начать строительство теннисного центра. Я надеюсь, когда открытые курты в 2018 году сдадут, то у нас значительно улучшится тренировочный процесс. Я обещаю, мы с кустанайскими теннисистами выйдем в международный мир. Еще пару лет назад на этой территории был пустырь, а набережная зарастала камышом. Но теперь здесь своего рода спортивный городок. Построена лыжная база и новая академия силовых видов спорта. Здесь готовятся к соревнованиям тяжелоатлеты, занимаются пауэрлифтеры и бодибилдеры. Ну, сплошные чемпионы. Раз это и здесь, надо воспитать здесь несколько чемпионов. Я Кубамбаев Залим, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу. Буквально через две недели буду принимать участие на чемпионате мира в Чехии в городе Прага. Весь мой тренировочный процесс проходил на этой базе, на самом современном оборудовании, в самых хороших условиях. Руслан Абишевич, я привожу все свои усилия для того, чтобы гимн нашей страны звучал на церемонии награждения. Строительство Академии обошлось в 324 миллиона тенге. Ее построили по линии государственно-частного партнерства. Глава государства осмотрел тренировочный зал, который соответствует всем международным стандартам. По плану на базе Академии будет работать и детско-юношеская спортшкола, где совсем скоро объявят о наборе детей. Помимо зала для занятий, здесь предусмотрена и гостиница, где во время сборов проживают спортсмены. Тем самым в регионе создают условия не только для рабочих промышленных и аграрных предприятий, но и для спортсменов. Елена Шерабер, Айдос Медельбеков, Жанузак Буранбаев, Хасенов Маркулов и Алмазов Маргалиев при поддержке телерадиокомплекса президента. Итоги дня. Костанай.